Водоснабжение Решение принято на встрече с руководством фракции «Единой России» в Законодательном собрании. Создание единого оператора позволит снизить тарифы и комплексно решать самые трудные проблемы. А чтобы удалось их быстрее решить, губернатор поручил в два раза увеличить финансирование на эти цели на следующий год. Наша задача совместно с коллегами из муниципальных образований, с «Единой России», депутатами, создать полноценную, нужную людям программу, которая бы четко расставила правильные приоритеты, что сегодня, что потом, и начать активно выполнять работы по улучшению качества, чтобы не было перебоев, как в условиях высоких температур, чтобы воды всегда было в достаточном количестве, и она была прекрасного качества. Вторая проблема, которую необходимо решать, связана с общественным транспортом, в первую очередь связывающим населенные пункты области. Губернатор подчеркнул, что возобновится работа по закупке нового общественного транспорта. Прошли переговоры с несколькими производителями, которые готовы поддержать региональный проект. От водоснабжения транспорта перешли к коронавирусу. Сергей Морозов подписал изменения в указ. Они начнут действовать с 1 августа. Вводится перечень муниципальных образований, в которых сложилась неблагополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация. То есть мы стараемся сделать так, чтобы не в целом по всей Ульяновской области принимать те или иные решения, или ограничительные, или разрешительные. Максимально это все исходить из той административно-территориальной карты, которая у нас с вами есть. Так, в муниципалитетах с благополучной ситуацией уже с 1 августа могут разрешить некоторые спортивные мероприятия с ограниченным числом зрителей. На стадионы будут пускать не более 10% от вместимости. Разрешат проведение концертов, мероприятий в музеях и библиотеках. Восстановят работы кинотеатра, тиры, контактные зоопарки и канатные парки на открытом воздухе. В благополучных муниципалитетах откроют учреждения общественного питания. В остальных к вопросу снятия ограничений смогут вернуться только после 25 августа. А вот детские лагеря для оздоровительной компании точно не откроются до 1 сентября. Экономика постепенно выходит из кризиса. Для того, чтобы муниципалитетам было лучше преодолеть непростую ситуацию, ряд налогов и сборов будут ходить им в казну. Ну, во-первых, один из крупнейших предпринимательских налогов – это налог по упрощенной системе налоговложения. У нас дополнительно передается муниципальное образование в городские округа 10% поступлений по данному налогу и муниципальные районы 20%. Эти суммы добавятся к уже получаемым 5-30% оставляемым в городах и районах соответственно. Кроме того, полностью отдадут муниципалитетам плату за негативное влияние на окружающую среду. Но что вступит в силу с 1 января 2021 года. Еще одна новинка уже вступила в силу. С 1 июля в регионе взимается налог на самозанятых. Тема налогового спецрежима станет основной начавшейся недели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Он дает возможность, во-первых, достаточно легко, мгновенно зарегистрироваться в электронном виде, никуда не заходя, и осуществлять свою профессиональную деятельность. Это любой вид деятельности, который только сегодня предусмотрен, ты можешь быть на этом режиме налогоблажения. И крайне льготный, то есть стоимость налогов, вообще величина налогов, она либо 4, либо 6% от твоего оборота. В настоящее время уже 900 человек оформились в качестве самозанятых. И бывшие индивидуальные предприниматели составляют из них меньшинство. В основном зарегистрировавшиеся самозанятые – это новые субъекты предпринимательства. А значит, доходы в казну будут расти. Егор Титов, Юрий Ломатов, Новости Управда ТВ.